Субтитры создавал DimaTorzok Он не понесет видеоматериал к следователю В этом случае его самого посадят Я думаю, что тебе нужно прекратить встречаться с ним Мы его будем игнорировать И когда он поймет, что мне плевать на его материал Я предложу ему какие-то деньги, тысяч, сто И он их возьмет, вот увидишь Ну что, мы договорились, ты с ним больше не встречаешься, да? А окончательно я еще не решила Может быть мне прямо сейчас собрать вещи? Мы же говорили о доверии Мне не нужны доказательства Но доверие, оно ведь не витает в воздухе Оно складывается из поступков Мне не нужны слова, мне нужны действия Хочешь действий? Да Я готова к ним Только от тебя тоже хочется поступков Мне нужны доказательства Ты столько говоришь про эти деньги, а я их так и не видела Может, их вообще нет? Пойдем со мной Вот здесь все деньги Открывай В комбинации из восьми известных тебе цифр Мой день рождения Надеюсь, тебя это не удивляет Оригинально Красиво? Красиво Действия защиты Теперь моя очередь Теперь моя очередь Теперь моя очередь Эй! Эй, кто не был? Вы меня слышите? Помогите! Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, Антон Сергеевич. Доброе утро. А сколько она уехала? Восемь утра. Зашла в гравюрную мастерскую, пока оттуда не уходила. Понятно. Докладывайте мне обо всех ее передвижениях. Да, серьезно, этот журналист кому-то дорогу перешел. Ты у себя что, звонок сменил, что? А это не мой, звонит. Подожди. Алло. 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 Петя! Так, быстро к Заверию, пусть номер пробьет. Да. Вот это срочно вывезти подальше и выбросить. Где наша красавица? Взяла такси, я из Заград. Заград, это уже интересно. Заград, это уже интересно. Заград, это уже интересно. Вера! Вера, ты как? Я тебе и еды горячей принесла. Вер, ну хватит дуться. Ну потерпи, осталось совсем немного. Уходи, Лена. Я не хочу тебя ни видеть, ни слышать. Я прошу тебя, уйди! Если ты думаешь, что я растрогусь, то ошибаешься. Пока я не закончу наши дела, ты отсюда не выйдешь. Мне уже все равно. Вера, ну мы скоро уедем. И ты, и я, и мама. Ну если не будешь валять дурака. Я никуда не поеду. Ну сиди тогда здесь, дурацкая. Кого ты надеешься дождаться? Кирилла? Ты знаешь, что он сделал с Игорем? Пробил ему голову. Так я тебе и поверила. А зачем мне врать? Он всех использовал, меня использовал, тебя использовал. С Игорем, видимо, у него не получилось договориться. Вот он его и наказал. Вера. Вера, ну теперь ты меня понимаешь? Вера. Ну мы же должны быть вместе. Мы же семья, ты и я, и мама. Нам вообще больше никто не нужен. Я так знала, что тебе не хватит смелости. Я сама все сделаю. Мне просто надо, чтобы ты мне не мешал. Поэтому сиди здесь. Сигнал от мобильника исчез, но Савельев пробил владельца. Некто Антипов Петр Сергеевич. И что самое интересное, последние пять лет работает охранником Уткина Антона Сергеевича. Ну что? Спалился банкир? Ну ему пока ничего не предъявишь. Чего он мне сразу не понравился? Я же тебе говорил. Чуйка меня не подвела. Учись, студент. Понятно, почему он отговорил тебя от встречи со мной. Он думал, что я уже труп. Теперь, когда этого человека подстрелили, следователи могут выйти через него на Уткина? Конечно, могут. Надо поторопиться. Угу. Я узнала код сейфа. Как тебе удалось? Потом расскажу. Ты придумал, как вывезти деньги? Лучший способ вывезти поездом. Риск минимальный. Есть проверенные люди, которые довезут груз до Варшавы в пассажирском вагоне. Доставку гарантируют. Поезд уходит завтра. Значит, надо брать билеты до Варшавы. Уткину я скажу, что утренним рейсом лечу в Париж. В сумке вместо вещей у меня будут деньги. Только вот по пути в аэропорт надо сделать так, чтобы эта сумка оказалась у тебя в машине. Хорошо. Есть мысли. Вера. 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 Замерзла? Сколько ты здесь? Тебе срочно нужно к врачу. Ты как здесь оказался? В двух словах не объяснишь. Следил за твоей сестрой. Они с Кириллом оказались плохие конспираторы. С Кириллом? Верно, Вера. Кирилл не тот человек, которому можно доверять. Ты хоть понимаешь, как ты здесь оказалась? Кому в голову могла прийти такая иезуитская мысль? Я хочу домой. Вот он. Добрый день, Роман Григорьевич. Здравствуйте. Познакомьтесь, это Вера. Кто-то из нас двоих будет принимать груз в Варшаве. Присядем? Угу. Завтра мы будем ждать на перегоне за Рижской. Угу. Там после путепровода дорога уходит направо. Она упирается в ворота. Так. Там будет сидеть человек в джипе. Дашь ему пятьсот рублей, скажешь, надо заехать на легковой. Про груз не говори. Это ему не интересно. Ага. Все еще бы это запомнит, да? Главное, ворота найди. Там разберешься. Я же вижу, что договариваться умеешь. Во сколько там надо быть? Что? Во сколько там надо быть? С двух до семи в любое время. Возьми предоплату пятьдесят процентов, что без лыжа. Вторую половину возьмем в Варшаве. Угу. А есть какие-нибудь ограничения по габаритам? Да нет. Любую сумку пристроим. Это ж мой вагон. В любом месяце соберу-разберу. Да. Хорошо, продолжайте. Мои люди следят за Кириллом с Леной. Кирилл и твоя сестра хотят украсть мои деньги и вывезти их за границу. Как они их получат? Очень просто. Я их отдам. Уткин, ты брядишь? Я это делаю для тебя. Я хочу, чтобы ты своими глазами все увидела и поняла наконец, кто есть кто. Я не хочу этого видеть. Достаточно того, что я испытала за эти дни в подвале. Спасибо, что вытащил меня оттуда. Может, все-таки к доктору пусть осмотрит. Спасибо, что вытащил меня оттуда. Я в порядке. Если решишь, созвони. Сегодня вечером основное действие. В главных ролях Лена и Кирилл. Спасибо. Я на них уже насмотрелась. О Sawyer. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но это не приз И не переходящий кубок К тебе у меня особенное отношение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мама Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подолжение следует... Почему так скоро? Ну, ты же знаешь, мне нужно закончить еще дела. Я боюсь совершить ошибку. Я чувствую, что мне нельзя здесь больше оставаться. А так я буду ходить по Елисейским полям, есть круассаны и ждать тебя. Хорошо. Я распоряжусь, чтобы тебе взяли билет. Я не верю, я не могу в это поверить. Лена не такая сильная, как ты. Она больная, слабая девочка, она не могла этого сделать. Всю жизнь, с самого детства ты травила меня ее слабостью. У меня не было ничего, кроме ее болезни. Это ты, это ты научила ее использовать меня. Ты придумала этот бред. Ты придумала этот бред, чтобы оправдаться. Ты сама взяла эти деньги. Вера, Лена не выживет в тюрьме со своей аспой. Ты хочешь, чтобы я отсидела за нее? Ну, если нет другого выхода. Вера, подожди. Вера, тебе надо что-то придумать. Ну, ты же умная. Ты всегда что-нибудь придумаешь. Ты должна что-то сделать. Я больше ничего никому не должна. Вера, мы одна семья. Вера! Вот, купили билет на самолет. Бизнес-класс. Москва, Париж. Завтра в 12.30 из Шереметьево. Прости, звонят из банка. Соединяюсь с Антоном Сергеевичем. Вера, очень рада, что ты позвонила. Я согласна. Отлично. Я через пару часов заеду за тобой. Буду ждать. Все хорошо? У меня форс-мажор. Что случилось? Мне нужно прямо сейчас уехать. Срочная поездка с акционерами. Самолет через два часа. Я не знаю, сколько это продлится. Боюсь, тебе придется завтра улететь без меня. Так надо. Мы должны войти в дом незамеченными. Вот это изображение с камеры в моем кабинете, о котором Елена знала. А теперь посмотри на изображение с камеры, о котором она понятия не имела. Видимо, Кирилл научил Лену заменить радиосигнал с камеры стоп-кадром пустого кабинета. Поэтому она сейчас уверена, что ее никто не видит. Неприглядная картина, неправда ли? Коварство в действии. Ладно, утки. Еще совсем недавно вы делали то же самое. Повторяю, я это делал не ради денег, а ради тебя. Хватит. Я пришла сюда непризнание выслушивать. Посмотрим, что будет дальше. Надо было меня позвать, я бы помог. Ага. Спасибо. Поставьте, пожалуйста, у входа. Выезжаем завтра в девять утра. Спокойной ночи. Все понял, до завтра. До завтра. Нам нужно дождаться, пока она ляжет спать. Ну вот, можем идти. Как думаешь, где настоящие, а где фальшивые? Не, я все равно. Вера, неправильный ответ. Такого не бывает. Миллионы волнуют всех. Тем более, когда их так много. Спасибо. Спасибо. А вот на эти не купишь и пачки сигарет. Лена с Кириллом думают, что увезут с собой десять миллионов евро. Хотел бы я увидеть их лица, когда они откроют вот этот чемодан. Прости. Да, слушаю. Я уже говорил вам, что я работаю с Верой, с сестрой Леной. Кирилл, это ты? В одном банке. Ну. Мы можем одним очень интересным способом воспользоваться их... Это что, шутка такая? Полным сходством. Надо смеяться. Уткин, это последнее предупреждение. Не будет денег, материал окажется у ментов. Я тебя понял. Я думаю, что мы сможем договориться. Петя! Да, Антон Сергеевич. Поставь это на место. А завтра отнесешь в машину. Хорошо. До сих пор под впечатлением. Понял. Поехали. Поехали. Чертовски интересно, что же они задумали. Держись подальше, нам нельзя их спугнуть. Срочный, останови здесь. Я, кажется, паспорт забыла. В багажнике надо проверить. Сумку достань. Прошу. Пошли. Теперь ты знаешь, на что он способен. Все. Получилось. Да подожди ты. Мы еще не отъехали, как следует. Живой? Живой. Вези в ближайшую больницу. Скажи, хулигана избили. Хорошо. А лица не запомнили? Угу. Ты далеко? Я домой, мне надо побыть одной. Садись, довезу. Я машину поймаю. Тебе сейчас только машину ловить. Садись. Музыка. 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 Вера! Через несколько часов у меня заказан самолёт, летим в Испанию. За тобой заедет машина, мне нужны профессионалы на борту. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, войдите! Здравствуйте! Здравствуйте! Я Вера Воробьёва. Проходите. Да хорошо, что вы к нам пришли. Вовремя. Я полностью признаю свою вину в воровстве, денег из банка, в котором я работала. Готова сотрудничать со следствием. Послушайте, Вера Сергеевна, ваше желание помочь следствию, оно понятно, но, видите ли... Это я полностью спланировала и провела операцию. Больше в этом никто не участвовал. Вы меня не дослушали. Дело в том, что вы не первый, кто пришел к нам сегодня из банка. Я предлагаю вам пройти в соседнюю комнату. Я думаю, вам будет интересно увидеть этого человека. Я благодарю, что, чтобы вы не October картос поменьше меня, когда этот шарфов оставались в себе. И, если ты даст вам, я не могу, что бы неповережно. Я думаю, вам понравилось это. Это было и просто очень много. Я не могу в том, что вы можете открывать и не думать, Я хочу следить, чтобы вы перееоднее горячиме. Я думаю, что вы не молите. Машина должна быть готова через полчаса. Едем в аэропорт. Хорошо. Долго мы еще будем кататься? Нам давно уже на вокзал пора. Мы не поедем на вокзал. Что случилось? Почему раньше не сказал? На поезде не получается? Никак не получается. Лена. Значит, знал. Открою тебе маленький секрет. Вера не знает, где я живу. Только ты могла назначить встречу у моего дома. Почему ты раньше молчал? Дело у этого не мешало? И сейчас не мешает? Не мешает. Не мешает. Не мешает. Я тебе хотела сказать, но попозже. Какой план? Мы поедем, но не на вокзал, а к следователям. Надо вернуть деньги в банк. Ты что, перегрелся? Лен, надо это прекращать. Наломали дров, будем справлять. Мы едем в отделение. Все. Я всегда знала, что это тряпка. Я всегда знала, что это тряпка. Вера, 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 Вера. Я всегда знала, что это тряпка. Чего? Чего? Да. Послушай сюда, щенок. Вы никуда не денетесь. Вы никуда не уедете. Я вам не дам. Я вас из-под земли достану. А тебе не надо меня искать. Я к тебе сейчас сам приеду. Готовься, тварь. Да прекрасно. Я весь в ожидании. Денис! Денис! Приключите все камеры. Все доедины. После этого всем покинуть дом. Через 10 минут, чтобы на территории никого не было. Ясно? Ясно. Вера! Вера, нас мама ждет! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Твою мать! Ну? Где ты, мразь? Куда ты спрятался, ублюдок? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ах, ты мразь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так ты спортсмен? Эстет? Ну вот, сейчас проверим. Наконец-то ты успокоишься, гаденыш! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! Руки! Ну что, Антон Сергеевич, будете вызывать адвоката? У меня уже готово постановление на твое содержание. На каком основании? С основаниями у нас все в порядке, можете не сомневаться. Нам срочно скорого в Бабкино, двадцатый дом. Два гнестрельных. Один тяжелый, да. Давайте быстрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да нет, нет. Да. Да, ну нет. Да, да, да. Да. Да нет, у второго легкое ранение в руку. Сейчас, я перезвоню. Дело серьезное. Задето легкое, потерял много крови. Но думаю, жить будет, парень крепкий. Вот все, что имеем на сегодня. Доктор, скажите, когда можно показать... Самое раннее завтра. И то при положительной динамике. Извините, мне надо идти. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бульон приготовила, как ты любишь. Вкусно? Угу. Следователь звонил. Я ему сказал, что я в курсе ареста Уткина. Но он хочет прийти и рассказать подробности. Некоторые подробности я хочу рассказать тебе самому. Я просто ждала, пока... Это я наняла человека, который ударил тебя по голове. Я в какой-то момент потеряла контроль над собой. Дала деньги охраннику. Потом испугалась и... Он же было поздно. Он вывез тебя за город. Он же... Нашел флешку, которая была при тебе. На ней я увидела Уткина и сестру Веры. Вот так. Это ты передала флешку следователям? Не сразу. Я просто не хотела помогать Вере. В какой-то момент я поняла, что я дошла до предела, что так нельзя. Что я умру без тебя. Прости меня. Следователи тебя донимают. Я под подпиской о невыезде. У них нет доказательств. Меня по голове ударил человек Уткина. А флешку я тебе отдал накануне вечера. Так и скажем. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вперёд! Лицом к стене! Вперёд! Лицом к стене! Вперёд! Лицом к стене! Вперёд! Субтитры создавал DimaTorzok Дурак ты И еще какой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok